Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. И это презентация тех томатов, которые я сегодня утром сорвала в теплице. Сегодня 19 июля. Я показывала вам их только что там. Сейчас я вот пришла, отмылась, отскоблилась. Будем делать дегустацию, разрезать, смотреть мясистость, сахаристость, пробовать. Вот начну я с любимого праздника. Это один из самых крупных, вместе с пудовиком, с ботяней, один из самых крупных сибирских сортов. Сейчас я напомню тем, кто может быть ни разу о нем еще не слышал. Это новый, среднеспелый, детерминатный сорт сибирской селекции с особо крупными плодами. Растение само мощное, высотой 80 сантиметров, плоды почковидной формы, густо-розового цвета, огромного размера, массой 900, могут быть и 1300 грамм. Смотря как вы будете формировать, смотря в каких условиях они у вас растут. Прекрасно подходит для потребления в свежем виде зимних заготовок. Сорт характеризуется стабильно высокими урожаями, вне зависимости от погодных условий. Вот сейчас я вам показываю томат, который вырос в теплице, но у меня на улице не менее огромные плоды. И некоторые уже начали спеть, немного позже я их тоже покажу вам. При высадке в грунт размещают на одном квадратном метре три растения. Хорошо реагируют на полив и подкормки. Это естественно, о чем я сегодня уже говорила, что если воды будет не хватать, плоды будут поменьше немножко. Если режим полива будет нормальный, такой оптимальный, то они будут и крупные и сладкие. Выращивают за три стебля с подвеской. Сейчас мы посмотрим его, я вам покажу, какой он наизлом. Действительно ли он мясистый. Ну вообще вот крупные помидоры можно даже не разламывать. Ясно, что они все мясистые, сахаристые. Вот посмотрите, какая прелесть. В этом году, вот из-за такой аномальной жары, я уже сегодня говорила, у нас в сибирском регионе столько солнца, столько тепла. Томатам благодать. И томаты получились сладкие-сладкие. Вот такие необычные, которых никогда в жизни я не ела. Очень сладкие томаты. Видно, что они не водянистые. Из-за того, что я их держу на таком, ну на умеренном поливе, может быть им даже недостаточно. Они получились с большим содержанием сахара и с большим содержанием сухих веществ. Видите, я разломила, ни одна капля не упала с томата. Это значит, что он сухой, сахаристый, мясистый. Сейчас я еще разрежу вот так вам. Чтобы показать, что нет вот этой прожилки, которая у некоторых томатов идет вот вдоль всего этого. Конечно, поближе надо было разрезать. У плодоножки есть светлое пятно, но это у всех томатов есть. Но оно, смотрите, оно такое небольшое, что все, оно дальше, если мы пойдем... Как, поперек еще что ли разрезать, чтобы показать. Если мы разрежем поперек, смотрите, одно мясо. Здесь даже нет семян. Вот действительно мясистый, очень сладкий томат. То, что сладкий, я уже пробовала его. Можете поверить мне на слово. Это дегустация сорта «Любимый праздник». Сибирский сорт. Крупный, мясистый. В каталоге он стоит у меня под номером 56. Все. Продолжение следует... Продолжение следует...